Приветствую вас. Собственно, проблема деликатная достаточно. Проблема достаточно индивидуальная в данном случае, потому что у человека сексуальный аспект это очень важен. И в то же время это очень такая тема болезнина, скажем так, деликатная. И подход к этой теме нужен тоже деликатный. В первую очередь, что нужно сделать, это наметить общее отношение к проблемам. Да. То есть, хотите ли вы решать проблему? Если да, то как вы хотите проблему решать? То есть, ну, например, согласны ли вы с, допустим, своим мужем, что проблемы существуют? И хотите ли вы проблему решать? Да, или муж не хочет решать проблему? А хотите её решать только вы? Ну вот, то могут быть, конечно, сложности и так далее. Вот. Дальше я думаю, что важно это определить, что каждый игрок готов сделать. Сделать для решения проблемы. Вот. Что каждый готов сделать для решения проблемы. И, соответственно, как бы приступать к решению, собственно, проблем. Самый. Вот. Это такой момент. Значит, ну, а что можно сказать по поводу самой ситуации? Ну, первое, наверное, что прям вот, что прям вот хочется, хочется, первое, что хочется прямо сказать, да, наверное, это то, что, ну, проблемы есть, очевидно, у мужа. Но вы же понимаете, но вы же понимаете, что дело не только в мужа, скорее всего, но и в вас тоже. То есть, то есть, как бы вы оба подобные проблемы создаёте, да, например, хотя бы тем, что, допустим, ссоритесь, да, например, тем, что хотя бы, ну, у вас были вот конфликты. И это, наверное, как бы всё это кирпичики, из которых состоит тело вашей проблемы, в принципе. Вот. Поэтому здесь нужно смотреть на эту ситуацию, в целом, да, здесь нужно смотреть на то, как ваши отношения всё развивались, в принципе. Вот, здесь нужно смотреть на то, как ваши отношения, какие метаморфозы претерпевали ваши отношения и так далее. Ну, то, что у мужа есть какой-то аспект, связанный с сексуальной стороной вопроса, это факт, очевидный факт. Вот. Безусловно. Вопрос, конечно, заключается в том, значит, что с этим делать, да? Как, ну, как вы, готовы, проблему решать. Вот. То есть, как, ну, как вы, готовы, проблему решать. Вот. Вот. Правильно, в принципе, сказал мой, мой коллега, вот. Вот. А, значит, что простая смена модели поведения уже может помочь вам. Вот. Ну, сначала нужно определиться с целью. Безусловно. Вот. и после этого будет несколько более понятно, в какую сторону вам двигаться. А, значит, немножко такой общей информации по поводу секса и по поводу сексуальных отношений. А, значит, сексуальные увлечения у людей проявляются и, соответственно, снижаются обратно пропорционально тревожности и прямо пропорционально чувствую защищенность. Вот. Это важно понимать. Вероятно, ваш муж не чувствует себя защищенно, вероятно, у вашего мужа имеет место быть повышенно тревожным. Вероятно, что вы можете сделать. Так, вот финанс. Это мешает ему. А, значит. Раскриппу. А, значит. Вот. Так же. Очень важна ваша женская модель поведения и сексуальная модель поведения. Важна. Эм. Совместимость. В том числе сексуальная. Вот. Вот. И физиологические, так сказать, благоприятные факторы. Вот. Поэтому здесь, конечно, все это требует своего анализа. Вот. Значит. Эм. Смотрите. Вот вы пишите, что были обмазки и так далее. Да. То есть, ваш муж, вот он, ну, видимо, чего-то боится. Возможно, это просто страх неудачи. Возможно, что-то еще. Вот. Тут, конечно, нужно, эм. 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 Смотреть. Эм. Более. Попроб. Попробно. Нужно. Смотреть на. Ситуа. На ситуацию. Вот. Эм. В целом. Вот. Ну. Лам. Лам. Решать. Эм. Эм. Как быть. Можете вместе обратиться к психологу. Можете, эм. По отдельности. Обратиться. К. Специалистам. Решать. Эм. Вам. В принципе. В этом. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А я желаю всего самого доброго и удачи. До новых встреч. Отд Ey. Лист. Вampя. Эм. Ну.